Всем привет, дорогие друзья! В общем, тут такое дело. 12 января 2021 года моему каналу исполнилось 7 лет, а это довольно-таки большой срок для этого места. И в честь этого я решила записать такое вот ностальгическое видео, в котором я поведаю вам о своем творческом пути на LPS Tube и немного повспоминаю свою молодость. К сожалению, у меня не получилось записать это видео в срок, но лучше поздно, чем никогда. Итак, весь мой путь можно условно разделить на 5 этапов, о каждом из которых я вам сегодня подробно расскажу. Начну я издалека, а именно с того, как я познакомилась с LPS. Я узнала о них в школе, в первом классе, по-моему. В то время они были довольно популярны, многие девочки их собирали, и я не стала исключением. В детстве я не очень любила кукол, мне больше нравились фигурки животных, динозавров и пони. И для меня было очень важно, чтобы эти фигурки были малогабаритными, потому что я очень любила таскать их с собой, да и в целом играть с ними было гораздо удобнее, потому что их хотя бы можно было поставить, в отличие от тех же кукол. Поэтому LPS стали идеальной находкой для меня. Они маленькие, и они животные. Логично, логично. И к тому же они довольно милые. А еще у них голова крутится, что тоже здорово. Моим первым пэтом был вот такой вот ангорский котик. Как видно, жизнь его потрепала, впрочем, как и меня. Но это и не удивительно, потому что ему уже больше десяти лет. Я до сих пор помню день, когда я его купила. Именно в этот день и зародилась моя любовь к этим игрушкам, да и к коллекционированию в целом. Собственно, я начала их собирать. Позже, когда в моей жизни появился интернет, я начала искать что-то, связанное с LPS. Помню, я забила в поиске что-то типа LPS-видео, и мне как раз таки выдало множество этих самых видео. Как я могу их описать? Ну, это были незамысловатые видео, снятые детьми для детей. И так как я была ребенком, они мне нравились. Настолько, что я могла пересматривать одно и то же видео по нескольку раз. Особенно распаковки. Просто тогда не было такого большого разнообразия, как сейчас. Людей было мало на LPS-тубе, поэтому выживали как могли. Также были и сериалы. Пожалуй, самые яркие примеры, которые сразу же всплывают у меня в памяти, это Эмма Первая, Спорная любовь, High School и Девочка без сердца. Именно после просмотра этих сериалов у меня появилось жгучее желание снимать нечто подобное. В то время мне как раз таки подарили мой первый сенсорный телефон. Ну, точнее, маленький вечно лагающий тапочек с отвратительными сенсорами. Но в то время это считалось чем-то крутым, потому что у большинства были кнопочные телефоны. Ну и, конечно же, у этого телефона была камера и был грех ею не воспользоваться. Я снимала много всякой ерунды тогда, но никуда это не выкладывала, так как мне запрещали создавать канал, потому что я еще слишком маленькая. И, знаете, правильно делали, на самом деле. В общем, я снимала чисто для себя. Серьезно. Потом я сидела, смотрела свои видео и такая «Ммм, как круто! Ебать, я молодец!» Вот это она снимала, конечно, да. Я помню, что снимала сериал про супергероя, про бабу, которая тайком встречалась с парнем своей подруги. «Приключения поэтов на море», распаковки с лицом, между прочим, и даже клип в машине. Типа я просто вертела головой поэта под музыку, которая играла в машине, и в конце такая еще «Надеюсь, вам понравилось! Подписывайтесь, ставьте лайки!» Хотя канала у меня не было, но я представляла, что он был, и что я якобы общаюсь со своими зрителями. Тупо, но так жизненно, правда. Я думаю, многие так делали. Вообще, знаете, славное было времечко. Я очень благодарна ЛПС Тупу за мое счастливое, беззаботное детство. В общем-то, время шло, и где-то в 2013 году произошел некий скачок. Появилось много новых ЛПС-ников. Качество видео стало лучше, многие прогресснули в монтаже, начали писать сценарий, а сюжеты сериалов стали гораздо интереснее. Помню, что моим кумиром тогда была Тейлор Свит. Была в ней какая-то изюминка, что ли. Я до сих пор с теплотой на душе вспоминаю красотку. Хоть этот сериал и был снят по аниме, он был снят хорошо, и его даже сейчас можно за милую душу пересмотреть. А вообще, тогда было много классных сериалов. Ну и вот, вдохновившись ими, в конце 2013 года я твердо решила, что создам канал. Собственно, так и произошло. 12 января 2014 года я наконец-то осуществила свою давнюю мечту. Так и начался второй этап. Как я могу описать это время? Дела на ЛПС-тубе шли замечательно. Я бы даже сказала, это была золотая пора для нашего комьюнити. А что касается меня и моего канала, я снимала всякую дичь. Конечно, она была не так ужасна, как та, что я снимала до создания канала, но она не особо далеко ушла. Разумеется, меня никто не смотрел и, в общем-то, правильно делали. Смотреть там было не на что. В целом, я бы сказала, что в этот период я просто набивала руку, впитывая опыт своих коллег. Я училась монтировать, писать сценарии и выдавливать из себя эмоции. Поначалу выходила не очень, но я старалась и постепенно это давало свои результаты. У меня даже сохранилась тетрадь со сценариями. Боже, какой ужасный почерк, пиздец. Короче, в 2015 году я стала более-менее внятно снимать, и я думаю, вы понимаете, что произошло в этот момент. Я решила выпустить сериал под названием «Ненавижу, но люблю». Это стало третьим этапом. Думаю, многие из вас помнят вот этих ребят. Как видите, с ними всё хорошо, они живы. Честно говоря, когда я только запускала этот проект, я не думала, что его кто-то заметит. Но, к моему огромному удивлению, он всё же выстроил, причём довольно быстро. Тогда у меня и появились мои первые зрители. Я помню, как я радовалась пятнадцати лайкам. Тогда это было для меня невиданной роскошью. Я была очень рада, но потом у меня что-то произошло, меня резко переклинило, и я его удалила, о чём позже пожалела. К счастью, у меня сохранились те серии, поэтому в начале 2016 года я сделала некий перезапуск. Сначала выпустила старые серии, а потом начала снимать новые. В этот раз сериал выстрелил гораздо мощнее, количество подписчиков начало быстро расти. Просмотров тоже было довольно много, особенно для такого небольшого канала. Мне много кто писал, со мной знакомились, хотели дружить. В общем, в тот период я была очень счастлива, потому что я наконец-то добилась своего, у меня появилась своя аудитория, и мои старания были не напрасны. Для меня это было очень важно, потому что вот это вот внимание аудитории, оно как бы компенсировало мне отсутствие внимания в реальной жизни. И вообще LPS Tube всегда был для меня местом, в котором я могла убежать от своих проблем, каким-то отдельным миром. Здесь я была совершенно другим человеком, то есть для меня это было не просто хобби, это было нечто большее, гораздо большее. И какое-то время всё было замечательно. Но, как это обычно бывает, счастье длилось недолго. В какой-то момент я поняла, что мне абсолютно не нравится то, что я делаю. Где-то после двадцатых серий я совершенно потеряла интерес к этому проекту. Но я не хотела бросать его на полпути, и я не бросила. Но, признаюсь честно, последующие серии я снимала на отъебись. Во время съёмок я не чувствовала ничего, кроме отвращения. И поэтому, когда я наконец-то его закончила, у меня было дикое облегчение. Финал получился скомканным, потому что, во-первых, я хотела как можно скорее это закончить, а во-вторых, изначально было запланировано ещё два сезона. Во втором должны были быть какие-то измены, скандалы, интриги, расследования. А третий должен был быть про их дочку. Но я поняла, что просто не потяну, что я загнусь. Поэтому я решила закончить всё как есть. Многие спрашивали меня, почему я скрыла этот сериал. Ну, потому что он мне противен. Особенно мне противны главные герои. Мало того, что они сами по себе пустышки, их вот эта вот любовь абсолютно ничем не обусловлена. Между ними нет никакой искры. Всё, что они делают на протяжении всего сериала, это страдают от своей же тупости. Меня это раздражает. И, кроме того, снят он был довольно паршиво. Хотя я прекрасно понимаю, что тогда так снимали многие, и что это далеко не самый худший сериал. И я ни капли не жалею о том, что я его сняла, ведь именно благодаря нему меня заметили. Но просто сейчас я не хочу видеть его на своём канале. Вот и всё. Итак, я закончила этот сериал в 2017 году. И вместе с этим наступил четвёртый этап. Пожалуй, он был для меня самым сложным. На смену «Ненавижу, но люблю» сразу же пришёл новый сериал. Назывался он «Горький шоколад». Это была уже не романтика, а детективная антиутопия. Помимо жанра также сменилась и направленность. Если раньше это был гет, то теперь стал Яой. Наконец-то. Потому что от Гета меня уже тошнило. Не, вообще я нормально к Гету отношусь, но конкретно в моих произведениях и ролках я его не выношу. К слову, Яоя в сериале было немного. Там в основном был упор именно на сюжет. И это скорее плюс, чем минус. Этот сериал до сих пор есть у меня на канале. И я могу сказать, что это первый сериал, за который мне не стыдно. Я его очень люблю, и я говорила об этом в своём видео о возвращении. Этим сериалом я хотела привлечь аудиторию постарше, возможно даже с кем-нибудь познакомиться. Но с этим как-то не сложилось. Поначалу всё шло довольно неплохо, но с каждым разом мне становилось всё труднее и труднее его тянуть. И в 2019 году у меня произошёл некий переломный момент. Я не хочу назвать это депрессией, но у меня был полный душевный упадок. В школе хуйня, в семье хуйня, в отношениях хуйня постоянные срывы. И вот это вот всё меня просто окружила и... ну короче, пиздец. Мне не то что снимать, мне жить не хотелось. Вот. Потом ещё и эти правила новые ввели, и вот после этого я окончательно психанула и просто молча ушла. Но, как оказалось, не навсегда. И вот уже в 2020 году я всё-таки вернулась на канал, и наступил пятый этап, который, собственно, продолжается до сих пор. Я просто посмотрела на своих пэтов, и мне стало как-то грустно, что они стоят без дела. И тут меня будто осенило. Я решила, что мои персонажи будут жить. Как я уже говорила, продолжать горький шоколад я была не в состоянии, но ко мне тут же пришла идея для нового сериала, который вы сейчас можете видеть у меня на канале. Кстати говоря, это омегаверс, и это было довольно рискованно с моей стороны, потому что немногие знают, что это такое, и нормально к этому относятся. Но я подумала, ай, в пизду, один раз живём, буду снимать, что захочу. Вот. Ну и, собственно, вот. Да. Дело в том, что я очень люблю омегаверс, но его почему-то нет на LPS-tube, и я решила это исправить. Да, вот так вот. Ну да, а что вы мне сделаете? А вот, а да, а вот так. Изначально этот проект задумывался, как что-то простое, развлекательное, ненапряжное. Ну, что-то вроде скетчей. Но сейчас, работая над ним, я понимаю, что он гораздо глубже, чем изначально задумывался. Да, то, что я не выпускаю серии, это не значит, что я забила на канал и опять ушла. Я пишу сценарии, я придумываю новые серии. Просто у меня нет возможности снимать часто. Я бы с удовольствием выпускала видео хоть каждую неделю, но, к сожалению, у меня не получается. Так вот, работая над этим проектом, я понимаю, что в нём затрагивается множество проблем, которые в том числе волнуют меня саму. Хоть это, возможно, и не очевидно на первый взгляд. В каждом персонаже, в каждой ситуации есть какая-то частичка меня. Все они живые. И это как раз таки то, чего мне не хватало в горьком шоколаде. Это не просто сериал, это реальная жизнь. Этот проект, это как бы есть я. Поэтому он очень важен для меня, и я очень хочу его закончить, сколько бы времени на это не ушло. Я вижу, что сейчас происходит с ЛПС Тубом, и, честно говоря, мне очень больно за этим наблюдать. Я не хочу отсюда уходить, правда. Я не представляю, чем я буду заниматься. Рисуночки и фанфики мне этого не заменят. Это совсем другое. Поэтому я продолжу снимать, и я надеюсь, что вы меня поддержите. А теперь небольшой пасскриптум. Я тут подумала... Дело в том, что сейчас у меня нет возможности снимать серии, но я бы могла записывать разговорные видео. Но так как идей у меня для них нет, я подумала, может быть, мне попробовать снять АСК. Хотя бы парочку выпусков. Не знаю, насколько это актуально, и нужно ли это сейчас хоть кому-нибудь, но моё дело предложить. Просто я не хочу, чтобы канал пустовал, а других альтернатив у меня пока что нет. Поэтому прошу написать мне в комментариях, нужно ли это делать или нет. Если нет, то канал просто будет пустовать какое-то время. Что ж, а это было всё. Спасибо за то, что меня выслушали, да и вообще за то, что были со мной всё это время. Я это безумно ценю. Вы лучшие. Помните об этом. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова